Вспомнила одну историю, которую я должна просто рассказать, она будет коротенькая. Я сейчас пыталась, сидела восстановить весь разговор, он был длинный, очень много результатов, но среди всего этого была маленькая история об опухоли злокачественной, в легких, за грудиной, которую, она говорит, делают только в Израиле, уникальные операции, и то они не всегда заканчиваются как бы успешно, нас вообще этим не занимаются. Тогда я, естественно, пыталась с этим бороться с помощью различных других методов, других способов современных, естественно, с врачами работала. И тут она купила микросферы, начала ими пользоваться совсем недолго, и когда она пришла на очередную диагностику, эта опухоль уменьшилась во много раз, и, как говорят, кальцинировалась, но, в общем, каким-то образом изменилась, стала уже не такой опасной. И врач, в общем, короче, она сказала ей о микросферах, но она сказала, ни в коем случае не пользоваться, ничего. Вот, а она, естественно, сказала, да, а сама продолжала пользоваться. И только начиная с микросферами, весь успех работы с врачом там очень медленно длилась, просто месяцами, годами, да, вот, и стоял на месте, или чуть-чуть сдвигался, а тут просто резко, буквально, это все уменьшилось, капсулировалось, вот, и не только это, я сейчас вот пыталась, помните, забыла, там что-то тоже совершенно уникальное с ней произошло, я, может быть, позвоню и еще раз спрошу. Но самое главное, что это второй случай озлокачественной опухоли, ну, третий после меня. Мужчина, вот, который рассказывал, он опять звонил этот мужчина, вот, с ним все нормально, он продолжает практиковать микросферу, оказывается, у него рак легких, тот, который сказал, что уменьшилось два раза и кальцинировалась тоже опухоль, вот. И вот у нее тоже легких, неоперабельная в России совершенно, то есть это обреченный случай был, и вот вам, пожалуйста, всего лишь микросферы, вот, я об этом не могла не рассказать. Радуйтесь вместе со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова